Суд над Удальцовым, очередной суд, был довольно примечательным по разным, так сказать, вторичным в том числе поводам. Адвокат Сергей Удальцов вырвал пять листов из административного дела своего подзащитного во время ознакомления с ним, затем передал их депутату Госдумы, который съел эти документы. Было это или не было, на полном серьезе это рассматривал суд, и судья составил соответствующий акт о том, что были таким образом уничтожены некие документы. И теперь, как сообщил интерфаксу источник в судебных кругах, этот эпизод будет иметь последствия для его участников. Накануне, во время ознакомления с административным делом, адвокат Удальцов Николай Полозов вырвал пять листов из дела, в том числе протокол об административном правонарушении, в том числе протокол о доставлении, а также протокол об административном задержании, после чего любезно разорвал на мелкие кусочки все эти документы и передал депутату Госдумы Илье Пономареву, который их съел. Так все эти события излагает анонимный источник в судебных кругах. После этого, во время рассмотрения дела, сторона Удальцова заявила, что документов просто не было в деле. В связи с этим судья составил соответствующий акт, а теперь судебные органы намерены жестко отреагировать на подобные отношения, это я все цитирую, и проявление неуважения к суду. В ближайшее время суда могут последовать обращением в Госдуму, в Московскую адвокатскую палату, а возможно и в прокуратуру. Мы связались с тем, кто упомянут в этой истории депутат Госдумы Илья Пономарев, чтобы он как-то прокомментировал нам происходившее. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. В зале суда вы были, и о том, что такой эпизод рассматривала судья и заносила в протокол, рассказывал, составлял соответствующий акт, рассказывал наш корреспондент этим утром. Ну расскажите, все стране, вы ели документы или не ели? Если ели, то зачем вы это сделали? Вот вы знаете, я, конечно, люблю питаться кровью поверженных врагов, да? Это вполне входит в мой стандартный рацион и в мою диету. Вот всякая мятая, жеваная бумага, то есть явно в нее не входит, да? То есть вот дело, я бы не стал есть в любом случае, да? Уж если бы это произошло, я и так фигура неприкосновенная. Какой мне смысл вообще этим заниматься? Я бы спокойно эти бумаги бы держал в своем кармане, да? То есть вот, естественно, ничего подобного не происходило, потому что мы с самого начала обратили внимание судьи на то, что в деле листы не пронумерованы. Это является довольно грубым процессуальным нарушением. И понятно, почему это произошло. Это произошло потому, что они вставляли задним числом фальшивые, лжесвидетельские показания сотрудников милиции, которые, собственно, вчера были в суде о том, как они якобы задерживали Сергея. Мы же, наоборот, постарались приобщить, и судья пошла на это, мы приобщили к делу видео, где видно, во-первых, что это были не эти люди, во-вторых, что происходило совсем все не так, как они давали вчера показания, но, тем не менее, все это судьей не было принятого внимания. Что касается судей Боровкова, который так много обсуждает теперь в интернете, за нее много сегодня вступались. Вот, например, сенатор Торшин сказал, что ей просто угрожает опасность, и нужно ей приставить охрану, потому что в интернете опубликован ее домашний телефон и адрес. Можете это как-то прокомментировать? Насколько люди, которые были рядом, скажем так, с залом суда, были действительно агрессивно настроены? Может ли судья Боровкова теперь угрожать опасность? Ну, судья Боровкова человек очень известный. То, что произошло сегодня, это далеко не первый случай. Она до этого закрывала на 15 суток и Бориса Немцова, и осуждала Илью Яшина, и многие другие наши коллеги сталкивались с ней неоднократно. Поэтому, если бы ей что-то угрожало, то это бы давно произошло. Мне кажется, что это как раз Единая Россия пытается, значит, развязать такую вот истерику относительно этой суди. Я думаю, что то, что реально угрожает этой судье, это угрожает включение в списки нерукопожатых людей, которым запрещен въезд в любые приличные страны мира, которая будет всегда обречена на то, чтобы сидеть и дрожать в своей нарезке. Потому что компания... Спасибо.